Николаев Дмитрий Сергеевич Я адвокат Барабуин Денис Сергеевич Мы адвокаты Саратской окружной коллегии адвокатов. В настоящее время мы хотим обратиться к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину по вопросу осуществления уголовного преследования подзащитного нашего гражданина. Суть произошедшего такова, что в конце июля 2020 года в селе Широкий Уступ Калининского района Саратской области на территории домовладения находились мать, соответственно, сын Зубанов Антона Игоревича нацподзащитный и его отчим, супруг матери, соответственно. Отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в тяжелой степени начал вести себя неадекватно осуществлять противоправные действия в отношении матери, в частности, кидать в нее топор, наносить удары, телесные повреждения. Защищая свою мать, Зубанов нанес один удар отчиму, после чего он вместе с матерью покинул территорию домовладения. Спустя какое-то время, вернувшись, они обнаружили отчиму мертвым. Следственным отделом по городу Балашов Следственного комитета Российской Федерации по Саратской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Зубанова Антона Игоревича. Данное уголовное дело является с точки зрения нарушения конституционных прав обвиняемого и с точки зрения процессуальных нарушений беспрецедентным. В частности, согласно части 3 статьи 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации меры пресечения в виде заключения под стражу избирается на основании ходатайства следователя, возбужденного с согласием руководителя следственного органа. Вместе с тем, при избрании данной меры пресечения следователь внес данное ходатайство в отсутствие названного согласия руководства следственного отдела. При этом Калининским районным судом данное ходатайство было удовлетворено, прокуратура ходатайства, для нашего удивления, поддержала, и избранное меры пресечения ему было назначено. Он был заключен под стражу с 27 июля 2019 года. Впоследствии данное решение было обжаловано нами в 1-й конституционный суд общей юрисдикции, который решение Калининского районного суда об избрании меры пресечения обвиняемому Зубанову отменил в связи с допущенным нарушением, а именно неполучением согласия руководителя следственного отдела на возбуждение названного ходатайства. При этом, по удивительно непонятной для нас причине, в связи с отменой меры пресечения, Зубанов фактически из-под стражи освобожден не был, а материал был направлен в Калининский районный суд к Саратовской области для его нового рассмотрения. При этом, при отсутствии вступившего в законную силу постановления об избрании меры пресечения, именно судебного решения, Зубанов продолжал на протяжении более чем недели содержаться под стражей. 14 ноября 2020 года Калининский районный суд в районном поселке Лысый горы собирает судебное заседание по повторному рассмотрению названного материала о заключении Зубанова под стражу. При этом мы, как адвокаты, защитники Зубанова, не уведомляемся. Заседание проводится в присутствии местного адвоката, который был назначен ему судом от имени государства. Рассматривается тоже ходатайство следователя, в котором при этом же также отсутствует согласие письменный руководитель следственного органа его возбуждения. Что происходит в процессе, в наше отсутствие? Является руководитель следственного отдела по городу Балашов, в устной форме говорит о том, что он согласен на рассмотрение, на возбуждение данного ходатайства. Прокуратура, на удивление, опять же поддерживает. И судом выносится исключительно для нас удивительно беспрецедентное постановление об избрании ему меры пресечения Зубанова в виде заключения под стражу на задние числа, то есть на два месяца до 28 сентября. То есть, иными словами, получается, что 14 ноября постановление судебное состоялось об избрании ему меры пресечения, которую он уже до этого отбыл ранее. В настоящее время данное судебное решение нами обжаловано в Саратовский областной суд, и мы надеемся на контроль со стороны прокуратуры и Следственного комитета по данным вопросам относительно того, чтобы мера пресечения Зубанова была отменена и он был отпущен на свободу, поскольку в соответствии с статьей 22 Конституции Российской Федерации человек не может быть помещен, заключен под стражу при наличии, в отсутствии судебного решения. Он может быть задержан только на 48 часов. Более подробно по ситуации пояснит мой коллега относительно квалификации действий Зубанова. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что смерть произошла из-за того, что потерпевший получил телесные повреждения, все происходящее было связано с тем, что наш подзащитный Зубанов, защищая мать, ударил погибшего. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это была необходимая оборона матери и действия были правомерны нашего подзащитного. Но несмотря на все имеющиеся доказательства, судебные экспертизы, показания свидетелей, следственный комитет не желает видеть очевидные факты и признать, что имела место самооборона, а не преднамеренное убийство. Более того, несмотря на отмену меры пресечения кассационным судом, наш подзащитный остается под стражей. В связи с этим просим руководство Генеральной прокуратуры и Следственного комитета взять на контроль и тщательно проверить действия подчиненных сотрудников и обеспечить соблюдение права гражданина на правосудии. В связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Пастрыкину за помощь в происке правосудия, поскольку в Саратовской области к расследованию данного уголовного дела местные следственные органы относятся не объективно. Обстоятельства, которые имеют место быть, они фактически игнорируют, желая искусственным образом повысить раскрываемость преступлений по части первой статьи 105 Уголовного кодекса, не желая при этом прекращать уголовное преследование в отношении обвиняемого фактически, когда это в полном объеме очевидно. Кроме того, принятие судебных решений о содержании под стражей на задние числа, на сроки, когда они уже отбыты, является беспрецедентным для как саратовского, так и российского правосудия, в связи с чем данное нарушение конституционных прав обвиняемого в полном объеме недопустимо. Поэтому просим принять соответствующие меры и в том числе поддержать нашу апелляционную жалобу на избранную данную меру пресечения.